Здравствуйте! В эфире новости Дагестан, в студии Патимат Канапова. По традиции, коротко о главных темах выпуска. Легковушки, фургоны, грузовики, массовое ДТП с участием 16 машин на трассе Махачкалах и Савюрт. Тем временем Минтранс регионы ищут новые способы решения проблемы. Дело дошло до внедрения искусственного интеллекта, о чем речь узнаем скоро. Здесь рыбный день не только в четверг. Свежая продукция, оптимальные цены и большой ассортимент. О том, где все это можно увидеть и купить, расскажем сегодня в выпуске. Все и сразу не бывает даже в кино. На закрытом показе одноименного фильма дагестанской студии 136 побывала наша съемочная группа. Едва избежали трагедии. Массовая авария произошла на трассе Махачкалах и Савюрт. Столкнулись 16 единиц транспорта, среди них легковушки, фургоны и грузовики. Как сообщает МВД Дагестана, пострадавших нет. Причина ДТП по версии пресс-службы Урдор Кавказа – несоблюдение водителями необходимых норм безопасности на дороге в условиях плотного тумана. Место ДТП обследовали сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 200 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения установили в Дагестане в 2024 году. Это предусмотрено концессионным соглашением между Минтрансом республики и группой компаний «Урбантех». О том, что из себя представляют новые автоматизированные средства контроля и какие дорожные проблемы они помогут решить, обсудили на площадке «Риадагестан». Подробности в сюжете наших корреспондентов. В сводках МВД аварии чуть ли не каждый день. Самые частые причины ДТП – превышение скорости или выезд на встречную полосу. Если говорить обобщенно, нарушение правил дорожного движения лежит в основе таких трагедий. Установка новых средств контроля соблюдения ПДД поможет сократить количество аварий и погибших на дорогах, говорят эксперты. У нас очень серьёзная, высокая смертность на дорогах. Это просто не хочу сказать, что у нас там дороги плохие или там наши коллеги, сотрудники управления ГИБДД плохой работы нет, конечно. Все на высоком качественном уровне и наши коллеги работают. Но, знаете, Республика Дагестана у нас особый, наверное, менталитет тоже. И, конечно, недисциплинированность наших водителей, конечно, на это всё влияет. Установлены будут комплексы Азимут-4 последнего поколения. Они способны распознать 51 состав нарушений ПДД. Как стандартные – движение по обочине, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной, так и с использованием нейросетевой обработки данных, непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона за рулём и другие. Наша общая задача – это не максимизировать количество штрафов. Наша общая задача – это обеспечить безопасность дорожного движения, сократить количество аварий, сократить количество тяжест последствий и погибших и раненых на дорогах Республики. В Московской области мы работаем уже почти 7 лет, наверное, как мы являемся конституционером. Вот эти 6 лет мы достигли очень весомых результатов. На 42% за этих 6 лет сократилось количество ДТП на дорогах Московской области и на 40% уменьшилось количество погибших и раненых. К слову, ошибки в работе современных комплексов фото-видеофиксации происходят крайне редко. Несмотря на то, что искусственный интеллект сравнительно недавно стал применяться в системах фото-видеофиксации, погрешность распознаваний составляет менее 1% из 100. Если по какой-то причине водитель всё же получил ошибочное постановление о штрафе, его следует обжаловать. Это можно сделать онлайн, через портал госуслуги или с помощью мобильного приложения госуслуги авто, также обратившись в САФАП. Обжалование – это до обучения нейросетей. И чем их больше, тем быстрее они учатся. Мы начали её использовать уже достаточно давно. И за это время, и за то количество внедрений, где мы используем наши комплексы, безусловно, наша нейросеть уже очень качественно обучена и умеет практически без ошибок определять правильность, корректность выставленного постановления. При этом, конечно же, у нас будет создан дополнительный центр предобработки, куда мы выделим своих людей, которые спорные моменты в ручном режиме будут фиксировать и определять корректность выставленного постановления. На установку и обслуживание новых комплексов «Урбантех» потратит около 1 миллиарда рублей. Деньги будут тратиться в два этапа – на установку сейчас, а затем спустя 6 лет – на интернизацию оборудования. Это всё наши конституционеры, это 100% их собственные средства, они это всё используют. И нам очень удобно, что они будут, конечно, и обслуживанием этим заниматься. У нас есть там свои требования, которые мы в заключении прописали. Безусловика будет от этого самое главное получать, конечно, снижение уровня дорогостративного происшествия, снижение аварийности, снижение количества жертв на дорогах. И плюс, и республиканский бюджет тоже будет сохранён, и наоборот, мы будем его доходами, конечно, пополнять, и это всё идёт в наш Дорожный фонд Республики, который мы будем показывать в расходах. Дагестан пока занимает одну из первых позиций по показателю наибольшей тяжести последствий ДТП. Именно поэтому Республика в двадцатке регионов, где внедряется данная система. Увеличение количества комплексов фото-видеофиксации, как показывает практика, снижает уровень аварийности на дорогах и повышает водительскую дисциплину. Камила Мехтиханова, Патима Тханапова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Урожайный сезон для агрария. В сборы картофеля в Дагестане выросли аж на 7%. Её общий объём составил 356 тысяч тонн. В целом овощей и бахчевых культур в республике собрано на более чем полутора миллиона тонн, что на 15% больше по сравнению с прошлогодними показателями. По официальным данным регионального Минсельхоза, рост объёмов производства культур по итогам 2023 года составит 5%. Свежая продукция, оптимальные цены и большой ассортимент. Всё это при рыбном цехе «Нептун СНГ», который расположен в селе Татляр Дербенского района. Компания перерабатывает в день несколько тонн продукции. Нашей съёмочной бригаде удалось посетить объект и узнать, как происходит процесс натурального копчения и в какие точки республики поставляется товар. Тот самый случай, когда камера не передаёт запах, а аромат копчёной рыбы ощущается с порога. Пробуждение аппетита неизбежно. Утро в цеху начинается отсюда, с коптильной. Это основа всего производства. Здесь продукту и придают красивый золотистый цвет. Копчение натуральное, на щепе. Это процесс копчения. Это скумбрия холодного копчения. Она уже готовая. Вчера вечером повесили. Сегодня утром уже всё готово. Скумбрия, форель, сёмга и скаларь – это далеко не весь список рыбной продукции, которая выпускается в цеху. Представлено более 30 разновидностей, начиная с привычной кильки, завершая красочным деликатесом крабами. Мы акцент делаем именно на ассортимент и на качество. У нас 35 наименований. Разные продукции. Копчёная рыба, стейки, солёная продукция и так далее. Масляная холодного копчения. Рыба называется эсколар. А в простонародье она масляная холодная копчения. Почему дали такое название? Идёмте, покажу. Рыба очень жирная, сочная. Видите, нет костей. Нельзя её кушать много. Этой рыбой абсолютно нельзя наедаться. 100-200 грамм хватает. Здесь не только коптят, но и подготавливают к поставкам сочные рыбные стейки, которые украшают ваши столы. Возможно, были вырезаны тут, в Татляре. Наш товар высшего качества. Смотрите, блеск. А вкусовые качества, говорит рынок, не застаивается ничего. Потребителю нравится. Цех поставляет продукцию в рестораны, супермаркеты, в свои рыбные магазины, которые представлены во всех крупных городах республики. Один из них – золотая рыбка, расположена в Дербенте по адресу улица Буйновского, 15. Каждый месяц несколько раз закупаемся. Мы приезжаем из Макарамкенского района. Официально на все праздники, не праздники мы покупаем продукцию только здесь. Прямая поставка из цеха позволяет сохранять оптимальные цены. Все продукции попадают на прилавок без посредников. Как следствие, стоимость рыбы для покупателей значительно ниже, при этом ассортимент на любой курс. Ассортимент практически полностью представлен от ООО «Нептун СНГ». Мы вот были там. У нас главный плюс – это наше производство. Это то, что мы можем контролировать полностью цикл производства от начала до конца. Второе преимущество – это прямые поставки. То есть мы не занимаемся перекупом. Вся продукция, готовая продукция – это наша. Вот эти стейки, это тоже мы нарезали. Мы покупаем замороженную рыбу. Это Дальний Восток, это Санкт-Петербург и другие регионы. И привозим. В основном мы берем только те, кто рыбу сам ловит, добывает рыбокок. И потом перепродываем. Либо мы работаем с импортером. Потому что та же семга, чилийский кижуч. Очень много того, что здесь в России не добывается, не ловится, а привозится, завозится из-за границы. Сеть магазинов – рыбное место, куда также идут прямые поставки с цеха, есть в Махачкале и в Каспийске. Во всех розничных точках закупиться можно не только морепродуктами, но и различными специями, маслами и соусами. Помимо морепродуктов у нас представлен огромный выбор масел, соусов, как для домашнего использования, так и ресторанная серия для ресторанов. Масла от самых премиальных, холодного отжима, выше 40, до бюджетного сегмента. Очень выгодным ценам, так как мы привозим это все напрямую, без посредников, без лишней наценки. А вообще для каспийчан у нас доставка по каспийску бесплатная от 3000. В советском прошлом рыбный день был только четверг. В наших же реалиях при обилии продукта и качественного сервиса рыбным может быть хоть каждый день недели. По теме от Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ. В Дзербенте прошел круглый стол на тему тысячелетней истории принятия ислама в России. В мероприятия приели участие муфти регионов страны и ближнего зарубежья. Выступающие говорили на разные темы, в частности о великом благе, который несет в себе ислам для всего человечества. Каждый из нас должен знать свою историю. Каждый из нас должен понимать, что на протяжении всех этих лет на территории нашего государства проживали мусульмане вместе с другими религиозными конфессиями, жили в мире и согласии. И, конечно же, подобного рода мероприятия являются неотъемлемой частью культурного наследия и являются примером, показателем того, как дружно люди должны сосуществовать на территории нашего государства. Дагестан является нашим братьям. Здесь народ Дагестана исповедует ислама, поэтому здесь живут в мире и согласии. И я желаю каждым дагестанцам добро, благо от Аллаха. После завершения конференции для гостей участников «Круглого стола» провели экскурсию в старейшую Джумай-мечеть на территории России, а также на кладбище Кирхляр. Мы видим, что дагестанский народ, народ города Дербента, жители бережно хранят вот эту память, потому что не сохраняя эту память, не передавая это наследие новым поколениям, трудно будет сохранить тот аманат, который люди принесли сюда пожертвовать своими жизнями, своим временем. Организатором мероприятия выступил муфти от Дагестана при поддержке Миннации Республики. И к другим темам. Дагестанцы теперь снимают полнометражные фильмы. В Махачкале прошел закрытый показ одной из таких картин под названием «Все и сразу». Поплотили образы героев на экране наши земляки, актеры, певцы и блогеры. Увидела кинокартину, пообщалась со съемочной группой и зрителями наш корреспондент Силья Магомедова. Есть слово. Закрытый показ фильма «Все и сразу» собрал в Махачкалинском кинотеатре полный зал. Основной посыл картины – ничто не достается быстро и легко. Ну а тех, кто думает иначе, в жизни может ждать разочарование. В этом и заключается режиссерская задумка. Название говорит само за себя. Это классическая история многих наших дагестанцев, молодых, юных, неопытных, которые хотят заработать большие деньги, как говорится, получить все и сразу. Это история про этих ребят больше. И можно сказать также, что красной нитью в картине проходит то, что сын Адама в этом мире все и сразу никогда не получит. В центре сюжета молодой человек по имени Салих. Он занимает большую сумму денег у криминальных ростовщиков под неподъемный процент. После этого в его жизни начинается череда проблем. Сыграл главного героя Альберт Хидернабиев. Дагестанский актер признается, что видит сходство персонажа не только с собой, но и в целом со многими современными мужчинами. На любого мужчину он похож. Потому что мужчины максималисты. Раз. Мужчины, ну я в большинстве говорю, мужчины добытчики. Два. Они должны кормить семью, детей, жен, в какой-то степени родителей своих. Поэтому мы всегда хотим заработать. Но мужчины, так же как и женщины, подвержены порокам, слабостям. И иногда они идут не на ту, ступают не на ту тропу. И вот это желание получить все и сразу, получить большие деньги, немного скружило ему голову. И он посчитал, что тот шанс, который ему попался, что он стопроцентный. Но в жизни не все так просто. А главная героиня, глухонемая девочка-сирота Лейла, которая живет в интернате и рисует картины. Над ней оформляет опекунство владелица частной галереи, у которой есть свои корыстные цели. В жизни у Камилы Амирхановой, которая воплотила на экране образ Лейлы, есть проблемы слухового речевого восприятия. А потому на съемках девочке помогала ее преподавательница из специальной общеобразовательной школы-интерната Эльмира Сеидова. Вот и на премьере рядом с Камилой ее педагог, который успокаивает и подбадривает молодую актрису. Камила сказала, мне понравилось сниматься в фильме, все и сразу. Съемочная группа состоит из дагестанских актеров, певцов и блогеров. В киноленте присутствует религиозная составляющая. Близкий друг главного героя все время пытался предостеречь его от совершения неблаговидных поступков. Фильм в этом плане носит поучительный характер. Среди зрителей, пришедших на закрытый показ, были советник Муфтия Республики Айна Гамзатова, представители творческой интеллигенции и органов власти. Вообще, с детства мы с родителями каждую субботу ходили в театр. Так было заведено. Поэтому все, что связано с кино, с театром, это для меня особо волнительно и доставляет такое вот эстетическое удовольствие. Да, на самом деле мне очень понравилось. Само суть этого фильма, смысл и актерские качества. Конечно, понятно, что надо что-то добавить, что-то улучшить. Но само суть и вообще фильм, как снят, очень понравилось. Мне очень понравилось, что наконец были затронуты те темы, которые на самом деле у нас очень актуальны, но о них не принято говорить. И очень радостно, что вся команда съемочная не побоялась затронуть эти темы. Картина снята дагестанской кинокомпанией «Студия-136» при поддержке Министерства культуры Республики. Телеканал ННТ выступает информационным партнером фильма. Он уже получил прокатное удостоверение и может появиться в кинотеатрах Махачкалы на новогодних праздниках. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Каспийске тем временем прошел турнир по настольному теннису, приуроченный к году педагога и наставника. Соревнования на призы главы города Бориса Гонцова проходили в 11-й гимназии. Среди участников работники всех школ Каспийска, а также энергетического и технического колледжа. Первым стал директор гимназии номер 11, серебро – руководителя школы номер 2 имени Назарова, а бронза досталась педагогу местной футбольной школы. Победители получили грамоты и денежные призы. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Патя Матханапова и программа новости на ННТ. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова